От Натальи Рожковой пришло вот такое письмо мне. Добрый день, смотрю ваше видео на ютубе, очень нравится. Больше такой информации нигде не возьмешь. И ввиду того, что я написал в свое время книги, в которых, конечно, я брал разную информацию от различных аутеров, опробовал ее и убедился в том, что она далеко не полна. Ну, например, я рассказывал про голод, когда я начал голодать и сам голодал. Это 18 суток, начал выходить зимой на апельсинах свежих, у меня слезла эмаль зубов. Об этом мне ничего не говорится. То есть выходить на фруктах, на продуктах, которые содержат фруктуры кислоты, чревато для здоровья зубов, слазит эмаль. Вот. Поэтому я с вами делюсь с такими наработками, которые сам прошел, которые эффективны. Я, конечно, думаю, что и у других людей есть, но не все как-то излагают свои наработки. Некоторые норовят их припрятать для того, чтобы организовать какой-то ли был центрик, и за счет этого, значит, вот, в центре уже, он говорит, там. Делать какую-то выгоду из этих наработок. Вопрос. Целый месяц слизь в горле и носу. Что можно предпринять от избыточной слизи? Спасибо за ответ. Смотрите, как раз лето закончилось, начинается осень, появились тучи, стало влажно, то есть наступил слизистый сезон. И если мы с вами переедали слизистых продуктов, либо у нас от природы в организме имеется избыток слизи, то вот эта вот внутренняя слизь, накладываясь на ту, которая образуется сейчас вокруг нас в природе, начинает провоцировать разного рода простудные заболевания. Что необходимо делать? Необходимо, естественно, подсушиться. Подсушиться с помощью чего? Я бы сказал, что можно было бы в первую очередь уменьшить слизообразующие продукты. Это в первую очередь молочные и ее разновидности. Сократить сладости. Сладости также у нас, особенно искусственного происхождения, сахара, конфеты и прочее, они являются такими провокаторами слизи в организме. А так как слизь у нас выделяется только через легкие носоглотку, то есть, когда она появляется в носоглотке, это естественно говорит о том, что организм пытается от нее избавиться через носоглотку. появление слизи в носоглотке приводит к тому, что слизь это своего рода субстрат, на котором могут размножаться разного рода болезнетворные бактерии. То есть, они начинают размножаться и у нас начинаются разного рода ангины, заболевания носоглотки и прочее, прочее, прочее. Поэтому, поэтому, мягкие вещи, это избавиться, по крайней мере, значительно сократить молочные продукты. Второе, сократить разного рода сладости. И я бы тут посоветовал перейти на цельные крупы. То есть, с кашей, с цельной крупы маслица можно добавить, сахара нет. То есть, вот, особенно если рисовая эта крупа будет, правда, она не будет цельная, но, тем не менее, можно рисовую кашу, она будет хорошо, вот, как бы сказать, впитывать разного рода слизь. То есть, это цельные каши, это тушеные овощи, теплые, тушеные овощи, масло минимум, напитки, какие-нибудь, кампуты, там, из сухофруктов, там, чай и травяные, все это можно делать. Обязательно походить в баню, чтобы это расшлополка, побыстрее прошла. Можно использовать, можно использовать разного рода ингаляции, но даже специальные процедуры. И знаете что? Вот, что я делаю лично? Это ходьба. То есть, ходьба позволяет быстрее циркулировать в нашем организме разного рода средам, в том числе и слизи, которые там поступают в кровь, и быстрее ее выводить. Если же это не происходит, как-то, знаете, вот, естественным образом, она начинает вот потихонечку вот скапливаться и вот так вот выходить медленно, в горле откладываясь, носоглотки, и потом, например, таким вот заболеванием. Плюс-плюс, это ноги должны быть в тепле. Погода изменилась, одевайтесь по погоде, чтобы ножки у вас были в тепле. И тогда будет все в порядке. Конечно, можно, так сказать, резко, если подсушить организм, это использовать голодание. В данном случае особенно подойдет сухое голодание в течение, допустим, одного-двух максимум, там, трех дней. Кстати, когда в организме много слизи, сухое голодание очень легко выдерживается. Просто организм сам не хочется пить, человек начал голодать, но не хочется пить, наоборот, он не пьет и лучше себя чувствует. Но это такой уже пожарный метод, экстремент. Поэтому просто-напросто меньше слизообразующих продуктов, молочного, вот таких сладостей, рафинированных крахмалом, жира, и просто изменил питание и добавил движение, вы, естественно, будете меньше содержать в своем организме слизи и вам будет легче. Я приведу пример, как-то одно время я частенько, значит, на молочные продукты налегал, ворожок регулярно там с утра, допустим, взращенное молочко там с кофе, с сахарочек, все это там как-то вкусно. Вот, и сопли. Сейчас я изменил питание. Кстати, жена тоже почувствовала это вот меньше молочного, меньше творожного, с носом порядок. Чуть больше, залипания в горле от этой вот слизи. И, естественно, начинают вот эти все поступления. То есть, практика показывает, что простые изменения продуктов питания можно добиться прекрасного состояния. Ну, и, естественно, движение. Движение тоже. Движение.